Всем привет! Сегодня уже воскресенье. Вчера мы ездили на природу отдыхать с семьей. Лена к нам не приехала со своими. Оказывается, она себя очень плохо чувствовала. Что-то со здоровьем. Завтра у нее день рождения. И в связи с этим она поедет к доктору. Но подарок мы в любом случае будем дарить. В любом случае будем ее поздравлять. Пусть даже без отмечаний. Но все равно, я считаю, это внимание от нас она заслуживает. Еще хотела рассказать. Сережка вчера мне сказала, что он приготовил для меня какой-то сюрприз. Но он может этот сюрприз мне показать или предоставить. Или как только выйдя на лодке на воду. Но так как мы вчера не выходили на лодке на воду, соответственно, я так этот сюрприз и не узнала и не увидела. И у меня жгучее желание. Он ходит хитрый. Я всегда спрашиваюсь у него, что это за сюрприз. А он молчит, не говорит. И сегодня опять мы на лодке не выйдем. Мы уже отдали машину. Теперь я не знаю, когда мы на ту лодке сможем выйти. Да, Сережа? В общем, так я никак его не разведу. В общем, не знала, как это упросить. Вот. А еще Назарушка сделал тортик. Торт в микроволновке. Сейчас пока... Вот такой вот звуковка М. Торт в микроволновке. Он, кстати, как он его готовил и рецепт приготовления этого тортика он снимал себе на канал. Ссылочку я оставлю в описании под этим видео. Вы сможете зайти и увидеть у него на канале, как это все происходило. Вот. А я сейчас его хочу попробовать. Чтобы вам сказать, стоит его смотреть на канале у него. Давай режем. Давай, давай, давай. Ой, что жалко так. Нормально. Если же еще приготовлю. Такой маленький. Пфи, мама. Ты меня разочаровала. На печеночный торт похоже. Ага. Шоколадный. Дай попробовать. Я хочу тоже. Вкусно. Ну как? Очень вкусно. Мне нравится. Да? Заходите к Назару на канал и можете посмотреть, как он его готовил. В микроволновке быстро. Вообще обалдеть, обалдеть просто. Еще и промазанный, прорезанный. 7 минут вашего времени ничего не стоит для такой вкуснятины. Это да. А я пойду добытываться у Сережи. Что же это за сюрприз? А я пока буду. Серенький. Скажи мне, что за сюрприз? Ну так не честно, Владис. Я же тебе сказал, когда я. Пожалуйста, ну только если мы и не выйдем на лодке. В смысле? Ну ладно, под на щуку. Что мы не пойдем ни разу? Когда? Осенью. Да ну ты что, смеешься мне столько ждать. Сынок. Мам. Нет. Папа разрешил мне рассказать про сюрприз. Да, пап? Нет. Что ты мне врешь? Мама шутница. Что, блин, ну вообще капец. Как женщины бывают коварно-подкупные. Ну скажите. Ну хоть намекните. Намекнуть? Да. Нет, нет, нет. Ладно. Ну, Назар, ну куа Беня. Нет, нет, нет. Сюрприз, сюрприз. Сережа, а что ты его слушаешь? Ну намекни. Ты мне хотел... Это мужская солидарность. Он меня вовремя остановил. Назар, спасибо. Ты хотел намекнуть? Да. Ну, намекни. Нет. Не хочу. Все, не хочу с вами ничего. Не говорят мне вообще ничего. Девчонки, девчонки. Я обижу все. Все что? Ну ты мне вообще сказал, что ты мне расскажешь, а теперь не рассказываешь. Ладно, Назар, хочешь рассказать? Давай. Нет, ты хочешь рассказать? Я хочу рассказать. А давай загадками. О, давай. Это для лодки, все. Вот тебе загадка. Это для лодки? Мотор, что ли? Ты мотор купил? Ну, купил, забрал. О, боже. Ковец. Будем касаться на моторной лодке. Вот. Сузуки. Включим. Сузуки. Фул включим максимальную скорость. Четырехтактный. Вот это я столько бы ждала бы, на воду, пока на воду. Я бы его увидела, когда его грузили. Можно? Ну, да. Офигеть, сюрприз такой. Ну, чесно. Ну, на лыжах не покатаешься, на точке А, в точку Б, по воде. Теперь можно на острова выезжать. Да, он очень экономный, очень. Надо машину. Срочно надо купить машину. А у нас еще денег нет пока на машину. Чего? Ну, на нормальную машину. Для лизи. Ладно, мы сейчас на пляжах на самом деле едем. Ловим последние денечки теплые, горячие, пляжные. Уже сентябрь месяц. Кстати, давно такого не было, чтобы мы в сентябре на пляж еще ездили. Ну, самое позже, когда купался, это в 90-х. Я точно не помню, какой ли, 95-й или 94-й, 12-го сентября. Это была жара, мы купались, загорали. А сегодня у нас какое? Восьмое. Да, восьмое. Ну, куда ты пошел? Луч солнце золотой. Луч солнце золотой. Ты все взял? Все, мы все взяли, Сережа. Ладно. Я взаг беру. Вы учили покушать, перекусить, попить? Нет, там есть какой-то кафешек. Ну, мы не сильно рыбок. Тортик. Сейчас считаю, 5 часов. А вы тортик оставили Вике вообще? Я ездил. Отнес? Хорошо. Вика остается дома, а мы едем с знакомыми. Нас пригласили. Они на машине нас вызвали. Мы же уже пешком. Да. Мы уже на пляжике. Садят, садится солнце. Уточка вон какая, прям близко-близко к берегу подошла. И поплыла дальше. А Назар вон с Андрюшкой плывут с того берега. Они на тот берег переплывали, там поиграли. И уже возвращаются, переплывают. Вода холодная. Я не знаю, как они туда полезли. Ночи уже холодная, поэтому вода очень холодная. А еще и зеленая. Хоп. Фух. Эти плюхкаются себе. Плывут. Не замерз, Назар? Андрей, плыви. Андрей. А там сережка на лодке где-то дальше, за углом. Вот там вот. Вот это вот остров вот этот вот. И вот там вот они там плывут, плавают на рыбалке. Все, уже приплыли, детки. Квадроцикл. Интересно, как он через воду пойдет. А не, он с краешку по воде. Думаете, пойдет? Можешь, якусь туда забраться. А, ну да. Он знает место. Ну? Там надо было, не проходит, тут глубоко. Тут глубоко. Он много разумеется. Поедет в воду, думаете? Ну, там краще. А он вообще не собирается, походу. Конечно, все рассматриваем. Ну, он же на ту сторону приехал, значит, и на эту приедет. Может, там мельче можно переехать? Вот там мельче, там до перехода. Он же туда попал, значит, попадай назад. Я тоже так думаю. Ой, а что там у тебя тут? Знаешь, чего я тут приезжаю? Впереди раздевалка. И вижу там наших детей. Назар, Назар одноклассник и Андрюшка втроем. Уже в раздевалке лазят. Ну, чудики. Площадки им мало. Вот там площадка, лазил коне. Им надо лазить. И здесь. Назар! Назар! А что вы там делаете? Как? Что вы там делаете? Ой, играем в полицейского. Да. Привет, Назар. Назар. А вот это шмакодевка. А вот это шмакодевка. Обезьянка. Как дела, Назик? О, в тюрьму! Назарушка, выйдите. Я хочу переодеть штаны, бы я замерзла. А, окей, давай переодевай. Хорошо. Идите гуляйте. Андрюшка, злась. Гимнаст наш маленький. Давай. А Назар так тоже... Что ты делаешь? Там же песок грязный валяется. Надо все равно сегодня купаться. Чудик. Не, ну... Андрюш, у тебя есть электрошокер. Ты домой песка нанесешь, Назар. Дети смешные. Ладно, пойду. Переоденусь. Вот такая вот раздевалочка здесь. Под открытым небом. Я думаю, у всех такие раздевалки. Мы уже дома. Я разобрала вещи. Назар уже упал в свой гаджет. Даже кепку не снял вообще. Серенький, быстренько кушать после воды. Да? Жор, папа? Голодался? А что с рыбой не словила? Зачетных не было. Два подлящиков таких. Один я, один один, кто поймал. Но основной все мелочи. Сейчас идем еще в магазин. Берем вот те бутылки все. И арбузик еще хотели мы купить. Да, Андрюх. Ой, и завтра уже, и завтра уже шутка. Ты возле моря уже? Ну ты шутка. Ого. Сейчас выходим, скажи. Все, идем. Пойдем. Хорошо, ну идите потихоньку. Мы довольны. Идем в магазин, водички купим. И у меня... Я знаю уже, что подарить Лене завтра. Но я не знаю, как бы так красиво, празднично преподнести подарок, в общем-то. Я хотела какую-то или песню подготовить под гитару. Ну, чтобы мы с семьей, да. Или вот что-то интересное. Не просто банально принести, прийти, поздравить и все. Хочется что-то придумать интересное. И прямо я уже сломала голову. И опять же, на что-то такое интересное глобальное, это надо время, чтобы подготовиться. А у нас его, собственно, нет. Завтра я буду одна этим заниматься. Все по работам, университетам и школам. Вот, Вика вообще с нами не сможет пойти. Даже поздравить. У нее вторая смена в университете. И она освободится аж в восемь вечера. Поэтому, а мы поедем сразу. Сережка с работы придет в пять часов. И мы поедем. Но это уже будет в следующем влоге. Это уже в следующем влоге. Какой будет подарок и как мы будем поздравлять. Вот, поэтому. Сейчас идем в магазин еще. Еще сниму вам, что мы там купим. Уже когда домой придем. И, в принципе, все. Спать. И завтра подъем. Тяжелый день, как обычно. Беготня. Суета. Мам, ты можешь мне это не говорить? Назар сразу нервничает. А что? Да я не хочу, блин, в школу. Семь уроков. Каждый день. Ты можешь это изменить? Нет, не могу. Тогда меняйся сам. Злится прямо, посмотри. Да-да. Шестой класс. Ух, шестой класс. А представь, как Вика десятый, одиннадцатый ходила. Это было проще. Да у меня в седьмом классе уже будет по восемь уроков. Ну да. И это ты хочешь сказать нормально? Ну, как есть. Это такое образование, как ты хотел. И голое. Так, ладно, погнали в магазин. Ну, мы не покупали. Вот, купили четыре бутылки воды. Набрали. Сережка решил на ночь позаметать. Назар ищет, чего было поесть. Нормально сменит. Да. А Вика уже арбузик, кстати, начала. Интересно, вкусный? Пахнет вкусно. Вот. В общем-то, я включила камеру, собственно, чтобы сказать всем пока. Спокойной ночи. Ложимся спать. Завтра школа. Мама. Ну, шо мама? Школа. И завтра еще надо тюль Лену поехать поздравить вечером. Так что, в полной готовности. Ай. Все, всем пока. Целую. Серик.